У Гумилёва есть такие удивительные, потрясающие строки. И когда к пустоте или раю, Необорный не бросит меня, Я ещё один раз отпылаю Упоительной жизнью огня. Мне это стихотворение, мне очень близко по состоянию души, что как бы там ни было, какие бы неприятности не были в этой жизни, какие бы препятствия не были, какие бы проблемы не стояли, человек, если он оптимистично настроен, если он любит эту жизнь, то он готов и ещё раз, и ещё раз пройти тот путь с преодолением, с победами, чтобы в конце концов ощутить всю полноту жизни. Здрасте. Уйди. Здравствуй, Русланчик. Заходите. Она не производит впечатления женщины хрупкой и беспомощной. Скорее наоборот. Властная, волевая, решительная. Про таких говорят мужской склад ума. Она уверена, что иначе нельзя. Велик риск затеряться за спинами более жёстких и принципиальных коллег мужчин. Женщине, стремящейся вверх по карьерной лестнице, намного тяжелее хотя бы потому, что при всех амбициях ей необходимо оставаться женщиной, любящей и любимой матерью, супругой, дочерью, что не всегда и не всем удаётся. Я очень мало внимания уделяла воспитанию своих детей. Они всегда были то у бабушек, то у дедушек. И вся вот эта вот жизнь моя, когда я была молодой мамой, она вся была в разъездах. Вот я глубоко об этом сожалею. Но я благодарна судьбе, что дети, естественно, выросли, у них уже свои семьи, они меня очень хорошо понимают. Но вот в шутках всегда говорят, когда я дочек делала какое-то замечание, я говорю, ну как это ты так воспитывалась? Она говорит, а кто меня воспитывал? Воспитывалась я сама. Началом трудовой деятельности перед вчерашней студенткой открылись новые горизонты. Прежде чем заняться реализацией своего творческого потенциала, Любовь Ни успела поработать в детском саду методистом, в школе учителем истории, а также администратором-инженером и даже помощником президента одной из акционерных корпораций. Наконец, в 1997 году она пришла в Государственный корейский театр музыкальной комедии, а через два года стала его директором. В жизни каждого человека, независимо от его национальной принадлежности, обычно происходят какие-то переломные моменты. И вот у меня приглашение в театр у меня появилось именно в тот момент, когда я себя осознала как кореянка. Вот мы же все как бы продукт постсоветского пространства, мы вроде жили в интернациональной семье, и у нас была такая вот культура и такое мировоззрение, что мы все одинаковые. А вот в определенный период жизни у челка появляется мысль о своей принадлежности. И когда появилось приглашение прийти в корейский театр, я, вы знаете, ну прямо с удовольствием, что ли, приняла, и у меня было такое горячее желание окунуться именно в чисто корейскую среду. Театр стал для нее родным домом во всех смыслах. Как привыкла она заботиться о своей семье, быть для мужа и детей крепким тылом и надежным советчиком, точно так же заботится Любовь Августовна о большом театральном коллективе и старается создать для артистов теплую и уютную атмосферу не только на сцене корейского театра, но и за его кулисами. Ее усилия никогда не пропадают даром. Тесное сотрудничество с Министерством культуры Республики, постоянный контакт с Ассоциацией корейцев Казахстана, поддержка друзей позволили Любови Ни в короткие сроки вывести корейский театр из творческого застоя и вернуть ему былую славу и любовь зрителя. В моей жизни корейский театр, конечно, сыграл огромную роль. Огромную роль в плане становления меня как руководителя. Он огромную роль сыграл в плане ощущений других людей. И самое главное, за одиннадцатый год я работаю, за время работы в театре в корейском я сделала два вывода. Первое, значит, я почувствовала и ощутила, и осознала свою этническую духовную культуру. Не обошла ее стороной и общественная работа. Будучи директором корейского театра, сложно оставаться равнодушной к проблемам корейской диаспоры. Не в ее это характере. Одной из первых пришла в Корейское национально-культурное движение. Вошла в Президиум Ассоциации Корейцев Казахстана. Всегда принимала активное участие во всех городских, региональных и республиканских культурно-образовательных проектах Ассоциации. Одним словом, сфера ее интересов широка. От решения гендерных вопросов до организации различных форумов и конференций. А еще гастроли. Как при этом ей удается хорошо выглядеть и удивлять окружающих отменным вкусом – просто удивительно. Секрет женского счастья, наверное, в самом главном. Любой женщине хочется, чтобы она была востребована и чтобы ее любили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова